Шалом! Инициатива устранения Ишуа исходила от иерусалимского Синедриона. И в прошлой программе мы говорили о судебном разбирательстве Синедриона, которое ввел первосвященник Каяфа. Вначале Ишуа попытались обвинить с помощью лжесвидетелей в лжепророчестве, в том, что он лжепророк. После того, как стало ясно, что Ишуа не реагирует на показания этих свидетелей, Каяфа потребовал от него сказать прямо, является ли он Мессией Израиля. В изложении Матфея вопрос Каяфы, обращенный к Ишуа, звучит так. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И после этого происходит следующее. Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, вам это Синедриону, отныне узрите, то есть увидите, сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей?» Вот, теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется. Они же, то есть члены Синедриона, сказали в ответ, повинен смерти. В чем же состояло, по мнению Синедриона, богохульство? Каким образом Ишуа похулил Бога? Об этом сегодняшняя программа. Богохульство впервые описано в Танахе в 24 главе книги Ваекра, книги Левит, где говорится, что некий сын израильтянина и египтянки хулил имя Господне. Поскольку заповеди Тары, данные до того момента Моисею, не предусматривали подобную ситуацию, то этого человека арестовали и поместили под стражу до тех пор, пока Господь не скажет Моисею о том, что с ним делать, как себя в подобной ситуации вести. Дальше Господь говорит Моисею, что этого человека, который его хулил имя Божье, нужно побить камнями. Таким образом появляется прецедент, если говорить судебным языком. То есть первая ситуация, новая ситуация, первая в своем роде. И теперь понятно, как в таких ситуациях поступать. Как вести должен себя суд в тех случаях, которые квалифицируются как богохульство. Но разве Ишуа похулил имя Божье? Вопрос. Талмуд считает богохульством даже само произнесение имени Божьего. Однако Ишуа в своем ответе Каяфе даже не назвал Бога. По имени не упомянул, тем более не упомянул священного имени. И вообще не сказал слово Бог. Если говорить, если уж на то пошло, то именно Каяфа сказал Сын Божий, Сын Бога. Что же сказал Ишуа? Первая часть его ответа это просто два слова. Ты сказал. То есть фактически это да, по сути это согласие. С Каяфой. Он подтвердил тем самым, что он считает себя мессией. Затем он сказал. Даже сказываю вам. Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Вместо слова Бог мы с вами понимаем, что Ишуа использует слово сила. Одесную силы, то есть по правую руку от Бога, конечно, имеется в виду. Но вместо Бога он использует слово сила на иврите Гвура. И вопрос, почему же вот именно это очевидно? Потому что слова ты сказал, в них ничего богохульного вроде бы нет. То есть он сказал, ну да, я мессия. Очевидно, именно вторую часть ответа Ишуа Синедрион счел богохульством. В чем состояло это богохульство? Дело в том, что Ишуа действительно сказал гораздо больше, чем от него ожидали. Каиафа хотел услышать признание в том, что он мессия, то есть помазанник Божий, обещанный Давиду сын, потомок царя Израиля, к которому Бог будет относиться как к собственному сыну. И этого признания было бы вполне достаточно для того, чтобы обвинить Ишуа в лжепророчестве и вынести ему, соответственно, смертный приговор к лжепророку. Потому что ведь, если мессия это человек, находящийся у Бога на особом счету, то есть имеющий силу и власть, как Танах об этом пророчествует, покорять себе своих врагов, то беспомощный арестант, стоящий перед Синедрионом, каким является в данный момент Ишуа, конечно, не может быть никаким мессией. А это означает, что он вводит людей в заблуждение, потому что народ действительно считал его за машех, очень многие люди, в Евангелии говорят. Соответственно, вот вам, пожалуйста, статья, по которой его можно судить и казнить. Ишуа сказал «ты говоришь», то есть «да, я мессия», но он на этом, как мы с вами видим, не остановился. Он сказал нечто гораздо более сильное. Дальше он говорит, что «вы увидите сына человеческого», то есть он называет себя сыном человеческим, которого увидят, и вот тут есть два очень важных выражения, которые нам с вами нужно хорошо понять. Тут появляются два описания. Первое – «сидящего одесную силы», и второе – «грядущего на облаках небесных». Именно они побудили Каяфу разорвать свою тонкую льняную верхнюю одежду, дорогую одежду первого священника, и объявить Ишуа богохульником. В чем же тут дело? А дело тут вот в чем. Сыном человеческим Ишуа называл себя часто. И обычно в третьем лице, то есть когда он говорил как бы сам о себе, со стороны, например, «сыну человеческому негде голову преклонить», и вот подобные такие выражения. Обратите внимание, что когда другие люди обращались к нему, они так его никогда не называли. Они называли его «учитель», или они называли его «сын Давидов», там, например, кричали «сын Давидов, помилуй меня». То есть тем самым они хотели подчеркнуть, что они считают его мессией, потому что «сын Давидов» – это был более-менее стандартный термин, которым описывали мессию. Но никогда его никто не называл «сын человеческий», кроме него самого. Почему же он сам называл себя именно таким образом? Это словосочетание «сын человеческий» – оно двусмысленное, и Ешо это отлично понимал. С одной стороны, это выражение означает просто «я сын человека», то есть «я человеческое существо», «я человек». Один из представителей рода человеческого. И если вдуматься, то это вообще-то немножко звучит странно, да? Ну, представьте себе, что кто-то из ваших друзей называет себя «сыном человеческим». Ну, что вы подумаете? Что у парня с головой не всё в порядке, дескать? Кому же не ясно, что ты человек? Понятно, что ты не обезьяна и не ангел. Видно, что голова у тебя есть, ручки, ножки и так далее. И ты говоришь на понятном нам языке. Но если учесть, что Ешо был не просто человек, а богочеловек, то есть божественное слово, ставшее человеческой плотью и кровью, то такое самое название становится более понятным. Но я приду сейчас, может быть, абсурдную аналогию, такой странный пример, потому что нам с вами невозможно себе представить, ну, как это Бог может стать человеком, и что он при этом будет чувствовать. Поэтому представьте себе на секунду, что вы стали говорящим слоном. То есть, что вы человек, который вдруг превратились в слона, не теряя при этом свои человеческие качества и способности. Вы живете в теле слона и вполне это осознаете. И живете вы слоновей жизнью, вы родились от слонихи, но при этом вы все-таки человек. Вы остались им, несмотря на то, что теперь вы как бы непонятно, что такое. И поэтому в ваших устах выражение, скажем так, сын слона или сын слонихи, оно будет понятно. То есть, вам как бы как-то чудно ощущать себя в слоновьем теле, потому что вы человек, но вы слон при этом еще. И вот вы говорите как бы про себя, продолжаете удивляться. Я сын слонихи. Надо же, какой диво. Ну, это странная аналогия, потому что она не работает, понятно. Но, тем не менее, это вот, по крайней мере, в такой ситуации какой-то смысл для Бога, ставшего человеком, есть. В том, чтобы называть себя сыном человеческим. Он чувствует себя странно, непонятно в этой ситуации. С другой стороны, когда у нас есть еще это выражение сын человеческий, которое сочетается с другим выражением, с облаками небесными, потому что Ишуа сказал, что увидите меня грядущим, на облаках небесных. Тут мы с вами видим указание на пророчество, записанное в седьмой главе книги пророка Даниила. Там в тринадцатом и четырнадцатом стихах написано так. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Это очень интересная картина. Смотрите, что происходит. К одной личности, которая названа здесь ветхий днями, подходит другая личность, которая названа как бы сын человеческий. И ветхий днями в книге Даниила это сам Господь Бог, Творец неба и земли. А кто же такой вот этот, которого называют как бы сын человеческий? Чтобы узнать это, нужно обратить внимание на одну такую деталь. Он идет с облаками небесными, как написано у Даниила. Если вы возьмете Танах и посмотрите все стихи, все выражения, в которых кто-то идет с облаками небесными, то вы обнаружите, что во всех, без исключения этих стихах, шествует таким образом только сам Бог. К другими словами, сын человеческий – это не ветхий днями, но это тоже божественная фигура. И это получается, в общем, очень интересная картина, такое взаимодействие двух божественных фигур ветхий днями. Сам Господь Бог, Творец неба и земли. И некий сын человеческий, который тоже, в общем, имеет какие-то божественные атрибуты. Он идет не как-то, он идет с облаками небесными. То есть, так, как в Танахе описывается шествие самого Бога. И таким образом, у выражения сын человеческий есть вот это вот второе значение. То есть, первое я напоминаю, это просто, что я человек, я один из рода человеческого. А второе – это то, что это божественная личность, которая описана Даниилом, и которая в конечном счете будет властвовать над всем творением. Но давайте вернемся сейчас к тому, что Ешо ответил Каиафе. Отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы, и грядущего на облаках небесных. Сын человеческий, грядущий на облаках небесных, это очень прозрачный намек на видение Даниила. И учтите, что Ешо беседовал не с кухаркой, которая неграмотная, и которая даже и в Бэткнессет не ходит, и которая Писание не знает, он говорил с учеными-мужами Израиля. Им достаточно было услышать часть стиха, чтобы у них сразу, безо всяких гуглов и поисковиков, и программ, и всяких аппликаций, в мозгу вспыхнул стих, где эти слова появились изначально. Ешо говорит этим людям, я не просто сын Давида по своей человеческой природе, по своему происхождению. Я та самая божественная фигура, о которой писал Даниил. О том же самом говорит и вот это вот второе выражение сидящего одесную силы, которое он тоже использовал в своем ответе. И оно тоже очень не случайное, потому что взят оно из 109-го псалма, из мессианского псалма. Послушайте первый, самый первый его стих. В русском переводе он звучит так. Сказал Господь Господу моему, сиди, то есть сядь, одесную, то есть справа от меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Давайте разберемся опять, кто кому что говорит. На еврейке написано следующее. Ле Давид мизмо, то есть псалом Давида. То есть перевод точный. Господь Бог, если буквально переводить каждое слово, Господь Бог говорит моему господину, или моему Господу, как это написано в синодальном переводе, садись по правую руку от меня, пока не положу твоих в родных врагов тебе под ноги. Матфея упоминает этот псалом в 22 главе своего Евангелия. Там он описывает последний спор Ешуа с фарисеями. И он спрашивает, Ешуа спрашивает фарисеев, кем, по их мнению, будет мессия? И да, он задает им интересный вопрос. Чьим он будет сыном? Чей он сын? И они отвечают ему, он сын Давида. Тогда Ешуа задает им следующий вопрос. Если мессия, потомок Давида, то почему Давид, вот в этом самом псалме, называет его своим Господом? Дальше Ешуа цитирует этот псалом. Первый стих. Сказал Господь Господу мимо. Матфей пишет, что фарисеи не знали, что ему ответить на это. И после этого уже не задавали Ешуа никаких вопросов. Иначе говоря, среди фарисеев было понимание того, что в этом псалме, в 109-м псалме, говорится о мессии. И понятно, что мессия, описанный здесь, он восседает по правую руку Бога. В то время, как его враги покорены. И уж никак не стоит перед судом Синедриона. И таким образом, сказав эту фразу, эту короткую фразу, отныне те узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, для человека первый раз, так же, как и для меня, когда я первый раз читал Новый Завет, она абсолютно ничего не сказала. Странное выражение какое-то, полное каких-то абсурдных религиозных слов со смесью старославянского, одесную. Но для них, для членов Синедриона, это была бомба. Ишуа протестировал сразу два мессианских пророчества, указывающие на то, что он не просто потомок Давида, а божественная фигура, облеченная властью, чтобы покорить себе всех своих врагов. И нужно еще вот что понять. Для нас с вами, страдающий Мессия, Мессия, распятый язычниками на кресте, это что-то хорошо известное. Однако для современников Ишуа, Мессия, преданный одним из ближайших учеников, отвергнутый собственным народом и осужденный на смерть, это все был полнейший нонсенс. Когда Ишуа говорит даже своим собственным двенадцати апостолам о том, что он умрет, какая у них реакция? Они не верят ему. Более того, Петр даже пытается его отговорить от всяких подобных неприятностей. Потому что в еврейской голове очень крепко сидела одна единственная картина Мессии, одно единственное представление о Мессии. Это что это воин, это сын Давида, великого воина, потомок великого воина, который избавит Божий народ всех его врагов. И представление, это надо сказать, абсолютно правильное. Оно основано на пророчествах Танаха, но, и вот в этом но вся штука, это представление не единственное. И потому что, вот видите, сейчас мы смотрим Синедрион, представьте себе, себя сидящим в Синедрионе. Синедрион сейчас смотрит на человека, стоящего перед ним и думает, что этот человек претендует ни много ни мало на божественность. На божественность сына человеческого из книги Даниила. смотрит себе вот такой вот член Синедриона, неважно кто он, садутей, фарисей, и думает, ну и где же тут божественность? Да ни грамма ее нигде не видит. Одна лишь пустая претенция, так они считают. И вот это уже богохульство. Причем это не первый раз, когда поведение Ишуа расценивается как богохульное. Когда он однажды объявляет парализованному человеку, которого друзья спустили на носилках через крышу дома, которую они предварительно разобрали, Ишуа объявляет этому больному, разбитому параличом человеку прощение грехов, говорит, прощены твои грехи. Некоторые из присутствовавших там книжников расценивают такое высказывание его как богохульство. Почему? Потому что они говорят, но ведь один бог может прощать грехи, а кто, пардон, вот этот раф, что он берет на себя такую смелость. И первосвященник здесь раздирает свою верхнюю одежду, точно так же, как это сделали, кстати, в книге деяний Павел и Варнава, когда греки, к которым они пришли с евангельской вестью, с благою вестью, они принимают их за богов в человеческом обличье и воздают им божественные почты, они хотят совершить им жертвоприношение. Члены Синедриона следуют примеру Каяфы и выносят Ешуа приговор. Смерть, как и положено богохульнику по Таре. Вот, собственно, и все, что касается юридических аспектов суда Каяфы и Синедриона над Ешуа. Но если у них во всех этих юридических может быть тонкостях, как это может показаться, какой-то смысл для нас. Не все ли равно в конце концов, как именно был осужден Ешуа на смерть, как богохульник или как лжепророк или как кто-то еще. Понятно, что в любом случае все равно это было несправедливое обвинение, совершенно был неправильный, несправедливый, даже не соответствующий Таре суд. Может быть, просто все это юридические тонкости для нас абсолютно не имеющие никакого значения. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам предлагаю просто сравнить поведение Ешуа с поведением Петра, который у Матфея появляется там же, вскользь, на втором плане в этой же 27 главе. Петр во время этого ночного допроса греется у костра. Иерусалимские ночи холодные. И когда Петра узнают, как одного из учеников Ешуа, что он делает? Он не признается в том, что да, он ученик вот этого арестованного раба. Он отрекается, он отрицает. Однако, Ешуа не только не отрекается от самого себя, но он раскрывается полностью, хотя он заранее отлично знает, какая будет реакция. Он не ограничивается полуправдой, он идет до конца, невзирая на цену, которую за эту правду, за это признание придется платить. И на мой взгляд, мораль всей этой истории, если говорить о морали какой-то, то она именно в этом. Есть ситуации, когда нельзя спасать свою шкуру. Есть ситуации, когда надо быть самим собой на 100%. Для нас, верующих, это означает, когда нужно быть на 100% верным нашему Господу. Чего бы это нам не стоило. Именно это мы видим в поведении еще перед Синедрионом. Хороший пример для подражания. Неправдный. Спасибо. Шалом. Продолжение следует...